Кота Степана семья Быцко ищет уже месяц. В квартире, где он жил, до сих пор стоят миски для корма, а любимое место питомца пустует. Кот у нас был белый, красивый. Я спал он тут постоянно. Кота отвозили до девятого этажа. Все соседи его знают. В детстве я с ним постоянно играла по паркмончикам. По нему постоянно скучаю. Хозяева обрадовались, когда кот нашелся в одном из приютов города. Только отдавать его не захотели. А вот 7 тысяч за проведенное лечение и содержание потребовали, пожаловались хозяева. Вот наш кот. Он здесь. А нам говорили, что его нет. Вот он наш кот. Привет. Привет, мой хороший. Привет. Однако радость была недолгой. По заверениям работников приюта, череповчанки перепутали котов. Котай он давно живет. Он даже не похож. Как не похож-то? Очень даже. Вот этот нет. Он до 2014 года. Он поспел к нам больной с вирусом. Его брали домой, его вернули. Вот, как написано. Котай. После долгих переговоров и выяснения отношений хозяевам Степана сообщили, что их любимца выпустили обратно на улицу. Сейчас его местонахождение неизвестно. А вы объясните, почему вы его 21 числа в 5 часов отпустили, когда мы с вами днем разговаривали и договаривались встретиться 22 марта у июня. Мы договаривались. Вы обещали предоставить все документы. Это во-первых. Это во-вторых. У нас нужно было готовить место под тяжелое животное. Поэтому мы выпустили животное вылечь, пролеченное. Решение не возвращать Степана в семью сотрудники объяснили ненадежностью его хозяев. По их словам, кота привезли больным и голодным. Долгое время он жил на улице сам по себе. При этом от требования денег за содержание кота отреклись. Мол, ничего не просили. Теперь сторонам придется выяснять отношения в суде. В случае, если нахождение владельца хозяина неизвестно, то лицо, нашедшее безнадзорное домашнее животное, обязано обратиться в течение трех дней в орган полиции либо в орган местного самоуправления. Здесь, конечно, лицо, нашедшее это животное, имеет право требовать собственника владельца. Все необходимые затраты, которые оно понесло на период нахождения животного у него. Но все это производится в гражданском судебном порядке. Семья Быско намерена отстаивать свои права до последнего. Они не перестают надеяться на возвращение любимого Степана. Анастасия Хаткова, Дмитрий Махов. Новости. Субтитры создавал DimaTorzok